Уважаемые коллеги, завершился матч четвёртого тура в первом сфере Бойных клубов в Бойной национальной облике И вашему вниманию после матчевой пресс-конференции Главным тренером открыли советов господина Франк Веркаутов Франк, ваше мнение о матче завершилось только что? Ваше мнение, ваше мнение. Финиш гейм, пожалуйста. В первую очередь, добрый вечер всем. Во-вторых, поздравляем соперника и моего коллегу с противостоящей стороны, с победой. Они доставили нам много сложностей, особенно в первой половине. Конечно, мы разочарованы результатом. Но учитывая недостаток качественной игры, в первом тайме с нашей стороны сложно было ожидать что-то большего. Во второй половине мы делали то, что должны были делать. Я думаю, что большую часть времени мы владели мячом и создавали опасные моменты. Но, конечно же, этого не достаточно, если мы не можем забить и не можем разницу сделать. Это нормально, что соперник удерживал результат и большую часть времени провел на своей половине. Считаю, что была большая разница между первым и вторым таймами. Мы делали все, что должны были делать во втором тайме, кроме забитых голов. Я думаю, что это то, что мы уже знаем, но это то, что мы должны улучшить. В каждом игре у нас много проблем, чтобы забить. Все от меня, спасибо. Как вы расцениваете физическую готовность игроков? Сегодня была тяжелая погода, жаркая или искусственная боли именно в своей команде? Как вы найдете физическую температуру? Потому что сегодня был холодный и артифичный пидж. Как вы найдете своих игроков? У игроков были не хороши в первом тайме, но у них ничего не связано с физикой. В первом тайме игра была не очень, но ничего общего с физической подготовкой это не имеет. Конечно, обстоятельства, поле, погода, перелеты, но это для меня какие-то извинения неприемлемые. И в втором тайме, в целом 90 минут плюс экстра, мы были присутствием. У нас не было игроков, поэтому у нас не было игроков, чтобы поменять, потому что они были очень тяжелыми. Во второй половине, до 90 минут, даже добавленное время, все игроки играли. Никого не требовалось заменить из-за того, что он устал, не было проблем с удорогами, не сводил ноги. То есть причина сегодня не на стороне физической подготовки. Могли бы вы отметить кого-то из игроков своей команды или команды соперников после мишки? Я никогда это не делаю, если я что-то комментирую, я это делаю не на публику. Потому что вы проигрываете против команды, не одному игроку. И если вы проигрываете, то проигрываете все вместе, команды. Вы сказали, что причина неизначна не в форме игроков, но тем не менее, если вы распространенные сообщения на вас, на перемычные организации спортсмены, вы сказали после тренировки, что игроков чувствует себя усталость, и что тем не менее, это не будет продолжать случай неудачно, все-таки, а вот это причина? Вы сказали, что нет физической подготовки, но вчера, после тренировки, вы сказали, что игроков усталость. Какая причина? Да, игроков усталость усталость вчера на тренировке, на автобусе и на автобусе. Но усталость не означает, что они не физически хорошо, они усталость. Потому что, даже у меня, когда нужно делать 45 минут на автобусе, вы тренируете, вы стоите там 1 час, а потом вы летаете 2 часа, 2 минуты, а потом 20 минут, а потом вы летаете 3 часа и 45 минут на автобусе. Вы не можете быть в тренировке для тренировки. Это то, что я имею в виду. Я не пытаюсь. Единственное, что я сказал, что вчера мы тренировали немного. Вчера имелось в виду, что не то, что физически команда не готова, а то, что она устала. Даже я, проехав 45 минут на автобусе, подождав полтора часа в аэропорту, потом летев 2.20 на самолете, потом опять подождав автобуса, потом на автобусе 3.45 проехал, понятно, что ты не будешь свежий к тренировке. То есть это имелось в виду. А с физическим состоянием это ничего общего не имеет. Это с ситуацией в моменте. Это с ситуацией, в которой вы на тот момент, из-за этого длинного путешествия. Это с ситуацией на тот момент, из-за этого длинного путешествия. Именно усталость была к тренировке. Пожалуйста, я говорю. Ваши конкретные рука не было лучше. Что конкретно было что-то делать? В первом случае, что же была основная тренировка? Мы можем согласиться с вашей опиницией о первой половине. Но что конкретно? Что это не было хорошо? Что было в том, что было проблем? В какие компонентах? Я думаю, в втором половине, они подняли больше оппонента. Они закрыли линии. Они не давали время. Они двигали больше, они поддержали больше. Потому что, в первой половине, мы были в руках. Но я называл, что я называл, между. Один к другим. Мы не могли держать. Мы не могли держать. Мы не могли держать в руках. Мы не хотели сделать. Мы не хотели сделать. Поэтому было много вещей. Они не были в руках. Во второй половине, гораздо лучше перемещались между линиями. То есть, движения добавили. Добавили в единоборствах. То есть, во всех компонентах добавили. И просто по сравнению с первым таймом. То есть, в первом тайме эти компоненты не получались. То есть, не ходил мяч так же между линиями. Плохо было в движении. В единоборствах. Что у нас получилось во втором тайме. И в чем была разница с первым. То, что мы контролировали. В первой половине мы догоняли соперника. Догоняли какие-то происходящие моменты на поле. И это многое значит. И в этом большая разница. И это означает, что в второй половине много у нас получалось. И было хорошо. Многие вещи. В основном у нас там вратарь был на нашей половине. А все наши игроки были на их половине. В втором тайме. В первом тайме. И в первом тайме был наступен в последний бой. Это было очень рад. В первом тайме. В первом тайме. Я думаю, что это в Полуме, когда вы видите, что они делают здесь, чтобы помочь нам. Это неплохо, что мы не можем дать им, что они ожидали, это означает «поинт». Но я могу представить, что они должны делать, чтобы приехать здесь, и что они должны... Я имею в виду, что они должны поддерживать нас. И очень я уважаю и ценю это, поддержку. Большое спасибо, Франдру, и вашей команде. Спасибо. Спасибо.